Как 80-летняя бабушка сохранила сосуды лучше, чем у многих в 30? Секрет в простом рецепте, который включает всего 2 ложки в день. В этом ролике мы раскроем уникальное средство, которое поддерживает здоровье сосудов и продлевает активную жизнь. Готовы узнать, как сохранить молодость и энергию? Оставайтесь с нами, и этот удивительный секрет станет вашим. Кровь, циркулирующая по сосудам, переносит кислород и необходимые организму питательные вещества. Для нормальной жизнедеятельности артерии должны быть чистыми, эластичными, гибкими и прочными. Проблемы с сосудами встречаются у большого количества людей. Закупоривание артерий провоцирует тяжелые поражения сердца и других внутренних органов. Засорение и суживание сосудов происходит постепенно, и бороться с этим надо постоянно. Факторами риска становятся образ жизни, накапливание жира, избыток холестерина и других вредных соединений. В итоге развивается атеросклероз, и ток крови снижается. Предотвратить закупорку сосудов помогает правильное питание. Существуют продукты, которые эффективно очищают сосуды, нормализуют давление, регулируют поступление питательных веществ. Рецепты для чистки сосудов. Перед тем, как перейдем к рецептам для чистки сосудов, хочу упомянуть, что наш канал без подписки смотрит целых 70% зрителей. Прошу тех, кто не подписан на канал, но смотрит его, поддержать работу команды, подписаться и нажать на колокольчик. Сделайте так, чтобы кнопка «Подписаться» превратилась в «Вы подписаны». Заранее спасибо и приятного просмотра. Тыква. Подготовить 200 г мякоти сырой тыквы, по 30 г изюма, проросшей пшеницы, столовую ложку жидкого пчелиного меда. Тыкву, изюм и пшеницу измельчить в блендере, добавить к смеси мед, тщательно перемешать. Полученную смесь хранить в холодильнике. Готовое средство нужно принимать при артериальной гипертонии на завтрак в качестве добавки, по 1 столовой ложке. Курс лечения – 10 дней. Тыквенные семечки. Семечки тыквы богаты магнием и витамином К, за счет чего они не допускают сгущения крови и закупорки сосудов. Если каждый день употреблять семена, уровень вредного холестерина в кровотоке снижается под воздействием фитостерола. Кроме этого, тыквенное семя хорошо укрепляет сосудистые стенки и поэтому рекомендовано гипертоникам. Лен. Лен – средство, которое улучшает эластичность сосудов, очищает их от вредных отложений. Его можно добавлять в салаты или принимать натощак. Можно также приготовить полезный кисель. Для этого нужно подготовить лен, очищенную воду в пропорциях 1 к 3. Вечером продукты смешать, поставить на водяную баню, варить 2 часа на медленном огне. Утром отвар процедить через марлю, перелить в чистую банку. Принимать по 100 г смеси утром на голодный желудок и вечером перед едой. Лавровый лист. 25 лавровых листьев. Залить 300 мл кипятка, емкость накрыть крышкой и дать настояться 4-5 часов. Пить средство нужно маленькими глотками на протяжении 3 вечеров, затем сделать недельный перерыв и повторить курс. Зверобой. Подготовить 100 г сухой травы зверобоя, залить 2 литрами очищенной воды, варить при слабом кипении 10 минут. Затем емкость снять с огня, оставить для медленного охлаждения на 30-40 минут, после процедить, добавить 180 г натурального меда, тщательно размешать до полного растворения, разлить в стерилизованные бутылки и поставить в холодильник. Этот напиток следует пить по полстакана 2-3 раза в день. Боярышник. Настой боярышника снижает нервную возбудимость, стабилизирует работу сердца. Для его приготовления нужно измельчить 30 г плодов, залить стаканом кипяченой воды, остывший отвар процедить через марлю и принимать по 250 мл утром, сразу после сна или вечером до сна. Оливковое масло. С самого утра, как только вы открыли глаза, берем чайную ложку масла комнатной температуры, медленно перемещаем ее портовой полости в течение 2-3 минут, затем выплевываем. Через полчаса манипуляции повторяем. Завтракать можно спустя час после процедуры. Если после процедуры появляется тошнота, можно добавить несколько капель лимонного сока или мед. Продолжительность курса 2 недели, через год необходимо повторить. Настой из грецкого ореха. Подготовить пол-литра качественной водки, стакан измельченных перегородок грецкого ореха. Смешать, накрыть крышкой, дать настояться в прохладном месте 10-12 дней. Готовую настойку принимают по 15-20 капель, растворенных в 1 столовой ложке кипяченой воды, трижды в день. Курс терапии 2 недели. Отвар на основе сосновых иголок. Отвар на основе сосновых иголок поможет пролечить, очистить и восстановить стенки сосудов, а также укрепить иммунитет. Сосновые иголки для лечебных средств лучше собирать зимой. Место выбрать подальше от дороги, чтобы хвоя не была пропитана вредными веществами из выхлопных газов автомобилей. Для приготовления отвара понадобится 15 столовых ложек свежей сосновой иглицы, 6 столовых ложек высушенных плодов шиповника и 6 столовых ложек луковой шелухи. Ингредиенты смешать, залить 3 литрами очищенной воды, поместить емкость на медленный огонь, довести до кипения. После состав нужно накрыть крышкой, оставить настаиваться на ночь, предварительно укутав емкость одеялом или полотенцем, утром состав процедить через марлю. Готовое средство надо пить вместо воды, выдерживая норму 1,5-2 литра в сутки. В процессе приема может возникнуть некоторый дискомфорт, так как настой получается не очень приятный на вкус. Отвар употребляют за час до еды или спустя час после. Рекомендуемая длительность лечения 2 недели, в тяжелых случаях до 21 дня. После этого нужно обязательно сделать перерыв на 2-3 недели и повторить терапию. Витаминная смесь Для приготовления лечебной смеси нужно подготовить 100 г очищенных грецких орехов, 80 г кураги, столовую ложку натурального меда, 4 зубчика чеснока и половину лимона. Ингредиенты тщательно измельчить, смешать с лимоном в отдельной стеклянной таре, добавить стакан натурального меда и еще раз тщательно перемешать. Готовое средство принимают по 1 столовой ложке дважды в день, хранить его нужно в холодильнике. Обильный питьевой режим Ни в коем случае нельзя мучить себя жаждой. Если у вас нет медицинских ограничений к объему потребляемой жидкости, пить нужно столько, сколько хотите. 75% воды выводится почками, остальная влага выделяется кожей, легкими и кишечником. Количество потерянной воды должно быть обязательно восполнено, иначе развивается обезвоживание, которое наносит вред всему организму. При этом сужаются капилляры, сжимаются стенки крупных сосудов, нарушается кровообращение. Особенно важно пить много воды во время жары. Высокая температура вызывает интенсивное потоотделение, а значит потеря воды возрастает. В жаркий период из организма выводится не только вода, но и электролиты, поэтому нужно добавлять в рацион минеральную воду. На этом закончим ролик. В комментариях можете поделиться своими рецептами. Еще прошу не забыть подписаться на канал и нажать на колокольчик. Буду благодарна, если поставите лайк и поделитесь роликом с родными и близкими. С вами был канал «Человеческий организм». До новых встреч! Продолжение следует...